Всех приветствую. Добрый вечер. Это открытый вебинар в рамках предстоящего курса торговая стратегия от А до Я. С вами Михаил Лемах и сразу скажу, что после вебинара сразу будет WallStreetOnline, поэтому с комнаты вебинара можете даже не выходить, оставайтесь здесь и еще присутствуете на WallStreetOnline. Тема сегодняшней открытой лекции это с чего начать торговую стратегию, советы, рекомендации, мифы и начнем. Итак, торговые стратегии достаточно на огромное количество типов делятся и разновидность их достаточно широкая, начиная от скальпинга, точек входа, то есть разновидность инструментарий, арбитраж, опционы. С развитием электронного трейдинга и абсолютным внедрением уже в финансовый мир, возможности и виды, да, то есть ограничиваются лишь нашей фантазией. И какую стратегию выбрать и разрабатывать самостоятельно торговую стратегию, либо же использовать уже готовые шаблоны, либо же позаимствовать, решать, конечно, каждому. Но я считаю, что если заниматься серьезным трейдингом и в полной мере отдаваться этой профессии, я бы даже сказал, нужно самостоятельно вести исследования, проводить различные эксперименты, собирать данные, ну, создавать что-то новое. То есть без развития в этом бизнесе, то есть без личностного роста и поиска новых решений, новых направлений, интернет-трейдинг и финансовый мир развивается очень большими темпами и, то есть сложно выжить в этом бизнесе, если не развиваться самостоятельно. То есть заимствование также, ну, по стоку-по скоку, потому что есть стратегии, которые создавались очень давно и они работают, есть стратегии, которые создавались еще раньше, они уже не работают, потому что мир поменялся, не то что трейдинг, а уже мир совсем другой. Вот, и нужно задумываться о том, что применять инструменты достаточно уже в возрасте, которые не всегда, они смогут помочь. То есть, ну, и очень важно, какую информацию вы применяете для того, чтобы анализировать рынок и принимать решения. Значит, начнем с первого. Если вы недавно, вы новый человек в трейдинге и новичок и планируете все-таки попробовать себя в этом, в этой роли, трейдером, и не потому, что вы, там, смотрели фильм Wall Street, Walk is Wall Street, ну, вам интересно, и вы, в принципе, считаете, что финансистам, либо же спекулянтам будет достаточно перспективно, и здесь можно заработать огромный кэш. Возможности большие, конечно. Здесь бесспорно. При первых шагах, самое главное, ну, нужно начать с себя. И, в принципе, в любой стратегии сначала нужно взвесить все за и против, и, как бы, собрать воедино, а что уже есть в наличии. То есть, так как торговые решения принимаете вы самостоятельно, вам нужно достаточно уверенный, такой твердый характер и огромные нервы, очень. Вот. Также время. Сколько у вас есть времени на развитие этого бизнеса, этого направления? То есть, full time, 24 часа в сутки, либо же только вечером, либо только на выходных, когда вы сможете торговать. То есть, ну, все на первых этапах совмещают несколько направлений и ведут параллельный, там, бизнес, либо наемный сотрудник. Но это очень важно. Время – самый ценный ресурс. И если времени нет, то, естественно, когда же тогда спекулировать? Вот. Следующее. А, еще насчет времени. Очень важно уделять время, как самой торговле, и новым исследованиям, разработке, сбору данных и созданию новых направлений, возможно, даже решению тренинга. Насчет времени торговли, можно сказать, даже больше, чем 12 часов в сутки, иногда приходится уделять этому внимание. То есть, это не, там, час торговли и в день, и все, больше, ну, ничего особо и не делаешь. До того, как вообще открыть позицию, проводится очень огромный сбор данных, принимается решение, обсуждение среди команды. Если вы планируете работать в команде, мы еще к этому вопросу вернемся. То есть, отбор уровней, исследуются дополнительные рынки, которые, ну, взаимосвязь с инструментом, который вы торгуете, также они еще изучаются и анализируются на предмет той или иной тенденции, и насколько эта тенденция, ну, еще актуальна. Вот, но, если взять, допустим, из торговой сессии, то рабочий режим, вот, рабочий период времени, давайте я на графике покажу, достаточно короткий. То есть, там, как бы, вроде и немного времени для торговли, но подготовка к сессии, подготовка к торговле, и анализ данных, это занимает всю остальную часть времени, то есть, проработка новой стратегии, либо же, там, доработка системы выхода, то есть, алгоритм выхода из позиции. Ну, как бы, я смотрю много историй, у нас, мы принципиально храним очень много историй с S&P, очень многих популярных инструментов за несколько лет каждого трейда, для того, чтобы можно было развивать и стратегии, анализировать, находить новые какие-то закономерности, модели, вести их учет, вот, то есть, это, такая, более, рутинная работа, не такая, как в фильме «Волкселл Стрит». То есть, приходится достаточно много времени уделять сбору данных и обработке их. Значит, возьмем, вот, вчерашнюю сессию и распределим время на составляющие. Вот у нас есть два часа, открывается Европа, европейские биржи, банки. Естественно, в этот час ликвидность выше, чем в остальное время в евросессии, ну, кроме того, которое перекрывается с американской. Берем затем 8.30 и после, как только наступило два часа, желательно первые полчаса-час не торговать. Потому что на открытии биржи достаточно высокая вероятность повышенной волатильности и нестабильной тенденции. То есть, размещение, все заходят быстро на биржу, и поток ликвидности может быть и как однонаправленный, и разнонаправленный. То есть, могут волатильно изменить направление около 4-5 раз. И это все может быть убыток. Поэтому лучше подождите, посмотрите, куда размещается крупный игрок. То есть, вот именно утром на открытии биржи. То есть, получается, вот этот период уже сделки не открываются. Мы их будем выделять. Если у вас нет всего дня на торговлю, и у вас есть какой-то определенный период, день, полдня, это тоже нужно учитывать в своей торговой стратегии. Потому что мониторинг точки входа и, в принципе, разработка стратегии относительно анализа моделирования, ликвидности, дельты и биржевых данных, в общем, точку входа вы будете совершать в основном в активную часть торговой сессии. То есть, на той части, в то время, когда есть ликвидность. Сразу скажу, что, ну, учитывая то, что именно крупный объем создает расширение цены, создает тренд, удерживает его в направленном состоянии. То есть, объем нужен в любом случае. И это нужно учитывать уже базово. То есть, это как первый слой торговой стратегии – ликвидность. Торговая сессия или часть торгового дня, где нет ликвидности, допустим, очень мало ликвидности уже после клиринга, вечерняя сессия. Там, ну, так как мало ликвидности, очень даже такие, даже не средние игроки, а между малыми и средними игроками могут на какое-то время создавать дисбаланс в нескольких тиков. И, то есть, чем меньше сопротивление, тем больше вероятность нестабильной котировки. И это риск. А мы стараемся рисков избегать и минимизировать. То есть, первый час, затем в 7 часов, даже в 7.30 этот период тоже не особо расположен для спокойной торговли. Очень часто в 7.30 выходят новости по штатам. И, ну, я неоднократно и на Wall Street Online говорил, что когда подписываете контракт с брокером, там указан такой нюанс, что брокер не несет ответственности за качество и точность исполнения приказов в такое время, как открытие биржи, закрытие биржи, выход важных новостей. Почему? Открытие биржи, поток, огромный поток приказов, причем сразу все. Понимаете, в течение дня они поступают равномерно, а на открытии биржи они поступают сразу таким огромным цунами. Поэтому лучше подождать, пока пройдет эта волна, успокоятся, все разместят свои контракты и тогда уже вместе с теми, кто побеждает, заходить на маркет. В 7.30 выходят новости частенько и очень часто происходит такой рост ликвидности, причем периодически превышает даже на открытие Америки. Поэтому, вот видите, даже здесь, какой рынок был с 7.30 по 8.30. То есть, ну, это наблюдение, ну и статистика, естественно. В общем, нестабильное время. Потом 8.30 и до 9.30. Время тоже, ну, 30 минут так точно нужно выждать, подождать, пока после открытия биржи все успокоятся и рассядутся по местам. То есть, можно даже так выделить. С 7.30 по 9.30 это не торговое время. С 2.00 до 3.00 и мы еще до открытия биржи стараемся минут за 25-30 не открывать сделок, если особенно слабо ликвидная сессия. Почему? Потому что вы откроете позицию. Давайте поставим 20 минут. И котировка, ну, стоит. То есть, у вас получается 100 плюс, 100 минус по сделке, а стопы короткие. И на открытии биржи может быть волатильность. Там Драга что-то сказал или Меркель не с той ноги проснулась. На Европе тоже бывает сильное движение. Поэтому нужно перестраховаться. И если позиция не ушла на достаточно безопасное расстояние, чтобы вот этот шторм пересидеть на открытии биржи, лучше не рисковать. Тем более, это совсем не сложно. Так, потом. 9.30 закрывается у нас дневная сессия. 15.15. За час до закрытия тоже нет смысла открывать позицию, оставлять ее на ночь в подвешенном состоянии. Во-первых, за ней нужно следить, то есть, мониторить, сопровождать сделку. И на закрытии биржи частенько проходят аномальные объемы по типу такого всплеска. Выходят интродейщики, то есть, те, кто внутри дня работают. И анализ, особенно последних полчаса по сбору данных, статистики, там дельта может быть и разнонаправленной, и однонаправленной. То есть, там основную часть ликвидности, которую можно увидеть, это фиксация позиций. То есть, бывает, конечно, открытие, но для открытия позиции вас, как трейдера, нужно учитывать, что это время, когда закрывается биржа. Если вы там открыли сделку и через 30 минут закрывается биржа, потом клиринг, потом начинает вечерка работать, там тоже может быть нестабильная ситуация или продолжить снижение. Вы купили и нужно сидеть у терминала, быть в курсе, что происходит, пока котировка не уйдет на безопасное расстояние, чтобы можно было их без убыток перевести и, в принципе, меньше времени уделять анализу котировки реал-тайм. То есть, последний час желательно не открывать сделки. То есть, ну, не выгодно. И остается у нас с 3 до 6, 30 примерно 7 часов. Это 3,5 часа на евросессии. Округлим до 3. И с 9,30 по 14,00. Ну, я бы даже сказал по 13,00. Потому что процентность там еще до 13 доходит. Я так грубо поставил час, там на самом деле больше, чем час. Вот. Давайте. Выделим. Это время, которое еще пригодно для торговли. то есть, менее по процентному анализу, меньше возникновению волатильности, нестабильной тенденции, еще каких-то факторов. То есть, это вот время рабочее. Если вы торгуете нон-стоп целый день, то есть, европейскую сессию и американскую, эти рекомендации я вам посоветую учитывать. Также проведите анализ ваших сделок, которые были с убытком и проверьте, в какое время вы открывали эти сделки. Особенно, если на новости попали. Это время. Касательно времени. Не стоит себя относить к классу скальперов либо позиционного трейдера, так как в любом случае вы открываете позиции внутри дня, даже если это позиционная сделка. И сопровождаете ее так же, как и позиционный трейдер сопровождает свою сделку, когда он только ее открыл. То есть, просто шаг к горизонту позиционного трейдера желание заработать в движении рынка в два месяца. Допустим, трейдер сразу закрывает и у него не болит ни сердце, ни голова, не думает что там с той позицией и как там открылись утром. То есть, советую развиваться в направлении моделирования, поиска закономерностей и минимизации рисков. открывать сделку и сопровождать позицию не так уж и сложно, как кажется на первый взгляд. Понимание процесса выночных это фундаментально. Значит, следующее, кроме времени, инвестиции. Для трейдинга нужны инвестиции и достаточно огромные при портфельном инвестировании в там сектора, если на фондовом рынке работать. На фьючерсном рынке можно начинать там с 20-30 тысяч долларов и то есть, ну, просчитывайте, что вы уделяете этому все время и если вы только начинаете, может быть не сразу пойдет все по маслу, будут допущены ошибки, у кого-то уходит год для адаптации к среде, у кого-то уходит 3 месяца, у кого-то вообще не получается адаптироваться. Вот, то есть, рассчитывайте также в этом плане. Хобби или бизнес, скажу так, уделяйте этому нужно очень много времени. То есть, все различные там, рекламы, форекс-компании, что там, на пляже трейдер отдыхает и торгует маркет, это все не так. На самом деле, у меня 8 мониторов, у ребят есть еще побольше и голова кругом идет, сколько анализировать необходимо сразу одновременно потоков информации для того, чтобы не допустить ошибок, не пропустить каких-то важных событий, изменений на рынке, то есть, нужно быть в курсе и причем одному даже сложно это все справляться. То есть, командная работа она легче, мы еще командную затронем. Следующее, ну, если вы все-таки, а, еще хотел бы, также, если вы только начинаете, стоит задуматься, подходит ли вам такая профессия либо же такой бизнес. Стресс очень, нервы, переживания, иногда приходится целую ночь сидеть у терминала, следить за сделкой, особенно если она ключевая и уже есть какие-то импульсы либо же триггеры на рынке на обратную тенденцию, то есть, такой неспокойный это бизнес, поэтому тут нужны стальные железные нервы. Лично видел, как трейдер выходит из комнаты просто у человека было синее лицо. Настолько был в шоке от того, что может произойти такое, просто и прозрачные стеклянные глаза, как будто никого и не было вокруг. То есть, ну, вот такое может даже быть. Спи спокойно. так. Я когда стажировался, с нами был один предприниматель, он старше меня был, и когда уже пришло время практики, мы работали на реальном счету, и он пил этот, как его, корвалол, успокаивает, который, у него руки тряслись. Честно, у него тряслись руки, я не знаю, почему, так переживал, наверное. Очень близко к сербству взял этот трейд, наверное. Ну, в общем, он так и не закончил стажировку, сказал, что это не его, и нехорошее это дело. Почему он такой вышел? открыл перед новостью позицию, и там с плечами открыл, то есть он потерял достаточно денег на одной только новости. Ну, да, 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 несоблюдение, естественно, никто ж не money management, риск management, это само собой, даже тут по умолчанию. Просто вот такие вот есть стрессовые ситуации, и урок для него, но очень дорогой урок. у него был тогда очень дорогой урок. следующее, ну, по своим личным наблюдениям, заметил, что трейдеры начинают свою карьеру по статистике с парой евро-доллар из-за популяризации форекс-компаний, дилинговых центров, именно кросс-пар, валютного рынка, и там набивают шишки, ну, в общем, не всегда нужно начинать свою карьеру именно с этого инструмента, и вообще нужно проанализировать, какие есть биржи, какие есть инструменты, фьючерсы, акции, облигации, опционы, товарный маркет, то есть инструментарий огромный. Советую сразу присмотреться к тем инструментам, которые вам ближе, которые вы понимаете, либо у вас есть какое-то образование в этом направлении, вам будет легче понимать изменения в трендах, то есть на фундаментальном уровне, допустим, подготовку трейдера проходил у меня, он реальной пшеницей торгует, то есть грузовиками целыми составами, и он хотел изучить именно фьючерс на зерно, чтобы какие-то поставки свои самостоятельно хеджировать. Вот это правильный процесс, то есть подход. Он не взял какой-то индекс волатильности и год только его изучал, чтобы понять, что это за инструмент, он взял простой фьючерс на простое зерно и тем самым зарабатывает. Начните с простого инструмента, который вам понятен, который вы понимаете, допустим, есть люди без образования в банковском, в экономическом направлении и абсолютно не знают, что такое процентной ставки там либо еще слово инфляция для них ново, но они уже торгуют на евро-долларе в каком-нибудь там форекс-центре. так, следующее, в стратегии также еще нужно, если вы выбрали инструмент, какую информацию вы можете добыть, достать, получить, которое не в таком простом открытом доступе, то есть приближенно к инсайду, можно сказать, то есть это даст вам огромное преимущество и в торговле проще будет зарабатывать. То есть допустим, если брать из открытых ресурсов, обязательно различные ресурсы с экономическими данными, макроэкономики, экономический календарь, сводку новостей по инструментарию, допустим, зерновые трейдеры, они мониторят, где засуха, специальные регионы на картах отмечаются, где поля достаточно крупные сеются этими компаниями я забыл, как они называются. То есть даже климат мониторит прогноз, где какие ураганы были, холодная зима, то есть там целый список идет ресурсов, которые тоже параллельно анализируются. Но к сожалению, часто трейдеры начинают просто с прочертив несколько линий и пару облак и шумок уже считают, что понимают, что происходит с рынком. Поэтому и отсюда потери. Непонимание инструмента сразу закладывает уже отрицательную динамику в ваш PNL. также изучить инструмент от А до Я, то есть стоимость тика, волатильность, ликвидность, аранжировка, статистика, дельта, открытый интерес, абсолютно все, что можно достать именно не синтетическое, а реально фундаментальные данные с биржи, потом какие-то данные с дополнительных инструментов, которые мониторить индексы 500, допустим, обязательно мониторить еще нужно в фондовый рынок, а особенно в крупные акции, которые входят в эту 500-ку. По РТС, допустим, Газпром, Сбербанк, это как минимум, там, остальные по нефти добычи, плюс банковский сектор, в зависимости от инструментария. При торговле фьючерсом на золото можно использовать корзину акций, которые компания, которая добывает золото, то есть, ну, нужно максимально изучить. У меня был случай, трейдер спрашивает какие-то, ну, совет по торговле фьючерсом на золото, и для него было очень огромное удивление узнать, существует лондонский фиксинг. То есть, мы минут 40 времени потратили просто я ему рассказал, что есть такая вещь, и он не знал. То есть, вот такие бывают нюансы, и, к сожалению, не просто торговать, то есть, это не две линии прочертили и заработали много кэш, это играть на бирже, а работать и превратить это в бизнес нужно очень много времени и энергию этому уделять. Так, допустим, если вы пробовали уже там форекс, либо же фьючерсный маркет, когда начнете разрабатывать стратегию, с учетом того, что уже мы обсудили какую информацию у вас есть в доступе, что вы понимаете, какие инструменты уже знаете, либо направление рынка. Какой тип анализа выбрать, то есть, можете провести исследование, либо собрать все возможные типы анализа рынка, их положительные стороны, отрицательные, они у всех есть, и выбрать из всех, которые вам подходят, потому что есть, которые не подходят людям, кому-то проще техническим анализом пользоваться, кто-то фундаментальный, только и все, и в принципе неплохо получается. То есть под тип анализа данных естественно уже и можно разрабатывать стратегию, потому что у них у всех разные отличия, допустим, точность входа, прогнозирование, горизонт позиций. Некоторые типы анализа больше подходят к скальпингу, интродей торговле, некоторые типы анализа подходят к долгосрочной по типу фундаментального анализа. Но из всех сразу нужно поставить плюс возле тех, которые относятся к не синтетическим данным, а реальным данным с этого рынка. То есть можно сказать настоящим. в расчет берите если по финансам учитывайте также какой рынок выбрать при небольших счетах, начальный счет небольшой, естественно, рынки, которые не волатильные, медленно идут изменения. Больше подойдут для небольших счетов золото, серебро, фунт. То есть такие достаточно волатильные инструменты. Так как цель в принципе этого всего дела это кэш заработать. Сидеть в инструменте, который приносит прибыль достаточно медленно и даже мат ожидания от любой сделки небольшой поставит рата времени. Поэтому также это в расчет берите. Допустим, если вы не использовали никаких стратегий и даже понятия не имеете что это такое, как происходит анализ рынка и как найти нужную точку входа. Возьмите график, во-первых определите сколько времени у вас есть, сколько вы можете уделять этому время, все-все-все-все-все разложите, взвесьте все за и против и если у вас в принципе уже карта времени есть и есть карта инвестиций, нужно уточнить ну как бы не уточнить даже, а потенциально посмотреть на графике где вы бы открывали позиции если бы вы ну у вас была идеальная торговая стратегия, которая практически без риска позволяет определить смену тенденции если вы уже торговали и пробовали какие-то другие стратегии нужно выписать отдельно что у вас очень хорошо получается допустим там открываются хорошо продажи анализ отлично а вот сомнения начинаются при открытии позиции хотя динамику и вектор рынка вы четко прогнозируете а вот открытие например у вас хромает либо сопровождение вот есть разные типы людей характеры и есть эмоциональный народ есть нестабильный то есть мнение может менять течение не то что часа 15 минут несколько раз запись да вроде идет поэтому таким людям я бы рекомендовал работать команде да и принципе всем потому что в команде я даже пробовал сериал намного легче работать во-первых легче и стабильнее пенель смотрите сейчас схематически чуть-чуть продемонстрирую один трейдер анализирует фактически как бы торгуя на одном инструменте он анализирует еще как минимум ну сейчас примерно порядка еще 8-6 инструментов набор те которые взаимосвязи коррелируемые и взаимосвязь достаточно тесная также нужно еще мониторить вообще ситуацию на рынке либо в секторе нельзя изолированно торговать то есть нужно в общем смотреть экономику региона либо же в целом что происходит в мире так следующая новость потом если брать объемный анализ мониторится дельта то есть анализируется поток FlowBDusk это на инструменте который вы торгуете плюс еще параллельно мониторится инструментарий который коррелируемый тесно ну прямая также там же анализируется и сетка уровней координата ревертивность и в том числе волатильность контрольные точки контрольные временные ценовые уровни это все еще параллельно тех то есть нужно все одновременно учитывать чтобы равновесие было и синхронность инструментов и новости еще плюс следить за сделкой и отвлекаться на какие-то ну моменты по типу там телефонный звонок либо же просто отойти от терминала и это все бросить потом снова вернуться снова нужно все проанализировать ничего не упустить это в период очень такой агрессивный период когда открыта позиция либо вот-вот сейчас будет открываться и до безопасного расстояния то есть когда цена ушла уже в прибыль на безопасное расстояние столько что в течение часа среднестатистический рынок такого движения не создает чтобы дойти до вашего безубытка либо полчаса то есть в среднем за полчаса сколько рынок проходит тиков чтобы вы могли там даже пойти к офисе сделать либо подумать о высоком вот командная работа во-первых это распределение потоков информации допустим даже три трейдера это уже команда и очень сильная ну три до пяти больше пяти уже начинает эффект больше пяти уже такой это уже сообщество там нужно больше инвестиций сразу три человека это уже хорошая команда распределяется сектор допустим трейдер номер один трейдер номер два трейдер номер три он мониторит только индексы он в них разбирается он понимает что там происходит он он собирает и анализирует информацию непосредственно по этому направлению от а до я все что-то произошло с индексами что-то прошло с процентной ставкой фондовый рынок начал валиться и пошли индексы на падение он сказал второму и третьему все они уже знают что ну то есть он он им сообщает непосредственно то что нужно то есть они в курсе то есть я увидел бусин там даст сфи цикс сэнпи начали нкил там спай валиться то есть я сказал ребята индексы уход вниз там уже достаточно жестко все им больше не надо ничего знать не знаю что при при этом этой тенденции на инструментах дополнительных нужно ожидать такую ситуацию второй там валютный рынок 8 все он только этим занимается он не отвлекается на индексы ни на валюты ни на металлы то есть он мониторит чисто это направление и готовится к торговой сессии у него все валюты должны быть расписаны у первого трейдера индексы третий там комодитис товарный рынок самые основные фьючерсы все на нем и плюс во время торговли распределяется также кто на какой стратегии кто на покупках кто на продажах кто на рисках кто на потоком новостей мониторит также если открываются позиции и остаются на ночь то если там существенно открыта позиция то мониторится ночью кто-то остается и следит за этим всем хозяйством ну намного легче то есть допустим тот же самый момент когда вот почему-то навязали себе покупки с самого утра перед открытием биржи то ли по РБК кто-то что-то сказал да и у вас пока едете в машине покупки а действительно и вы начинаете просто уже находить факты почему действительно нужно покупать сегодня приезжаете и начинаете весь падающий торговый день покупать покупать потом здесь купили здесь купили ну все здесь буду покупать уже даже не исходя из здравого размышления больше падать уже некуда и так уже нормально упали третий минимум покупайте и снова и тут уже четвертый минимум все точно будет корректироваться сейчас выйду в ноль и все на сегодня все а еще есть пятый минимум и так на закрытии сессии что я покупал весь день падает я покупаю то есть ну замыливается иногда и товарищи могут просто вас спасти до дни сегодня нельзя покупать потому что вчера что-то произошло на валютном рынке либо же нефтянка ушла там до такого-то уровня драга сказал елен не сказала то есть а вы не были в курсе то есть командно очень много потоков информации сразу обрабатывается и превращаются в уже ценную в ценные выводы и ценные итоги так ну естественно между сделками развиваться исследовать рынок пробовать новые подходы самостоятельно что-то пробовать не стесняйтесь это финансовый рынок тут я думаю возможностей огромное количество ну мы не будем учитывать сегодня там мани риск менеджмент это само собой уже когда все это решили и выбрали проверили что это ваше попробовали там на каком-то небольшом счету пооткрывать позиции следующее это ожидание естественно сразу все не будет получаться и ну это не месяц и даже для некоторых людей и не полгода это может затянуться и на год значит разработка стратегии во-первых если с нуля абсолютно это изучение вообще этой среды биржа финансовые рынки инструментарии так как вам нужно выбрать и например нет нет хорошего протеже либо ну вот из знакомых и близких никто не занимается этим и нет там даже среди знакомых кто хотя бы там несколько лет в этом трейдинге и может просто посоветовать значит это не бери это не бери там наклейка на торговой платформе мета трейдер тут туда тоже не смотри там ну то есть сразу скажет в каком направлении развиваться даже если он сам там не сильно постиг высоких результатов но по крайней мере уже что-то отсеется и меньше времени будет потрачено на изучение инструментария чтобы выбрать действительно дельный так потом идет про теория анализа рынка то есть все возможные которые есть то есть я как бы стараюсь использовать несколько источников подтверждения точки входа для перестроковки ну что у каждого типа анализа тактического есть недостатки есть плюсы что у объема что у дельты они они как раз между собой их четко перекрывают то есть закрывают недостающие пазлы и если все 5 типов либо 6 да за покупки то тут надежность и уверенность в позиции в разы выше чем только от одного источника так ну в общем достаточно много информации дают форексные компании которые в жизни не так используются либо вообще не используются и начиная от одного процента от торгового счета на риск и заканчивая вообще торговлей поэтому нужно аккуратно мониторить какую информацию вы используете чем ближе к фундаментальным тем надежнее давайте пару вопросов хотя уже не успеем надо 10 минут перерыва сделать если будут вопросы вы воспользуйтесь чатом и можете лично задать где тут эти чаты а вот докладчики туда пишите свои вопросы если есть 14 декабря вступительно по торговому стратегии от а до я через 10 минут но свет онлайн продолжим вступит я не там что Продолжение следует...